Турция и Сирия переживают катастрофические последствия сильнейшего землетрясения. Обрушилось около 6,5 тысяч административных зданий и жилых домов. Выжившие ночуют в машинах и палатках. Жители пострадавших районов жалуются на перебои с электричеством и водоснабжением. Тем не менее, в городах постепенно открываются магазины и аптеки. Но питьевой воды не хватает. Казахстанские добровольцы говорят, в регионы очень сложно заехать из-за многокилометровых пробок. Нам удалось связаться с жителями города Казиантепа и с нашими волонтерами в провинции Хатай. Они сами расскажут, какая сейчас обстановка в регионе. Мы из Казиантепа и ситуация сейчас у нас очень плохая. Люди ночуют в машинах, в палатках, расставленных по городу, в неофициальных убежищах. По городу периодически включается вода и электричество. Питьевой воды не хватает. Закрыты магазины, места общепита, государственные здания. Открыты некоторые аптеки и магазины на данный момент. В первые дни все было закрыто. Мы стараемся без необходимости не выбираться, так как сейчас небезопасно. Еще продолжаются точки. Это была очень оживленная улица, где была низкоэтажная застройка. Очень много магазинчиков, кафешек каких-то, мастерских. Практически полностью разрушена. Машины к точке сбора пройти не могут. Сейчас идем пешком. Почти 70% города разрушен. Помощь приходит со всего мира. Заезд в город Хатай. И выезд. На выезде многочисленной пробки, многокилометровой. Вчера мы, когда заезжали сюда, простояли. 40 километров пробка образовалась. Простояли 4-5 часов. В городе очень холодно. Из-за этого есть необходимость палаток особенно. Люди буквально ночуют на улицах. Вчера дали им отдела. Редактор субтитров А.Семкин